Всех приветствую, Рафури Шерке «Святости природы». Тема большая, которую мы разбираем, это культура, искусство, технология, и как это соотносится с еврейской традицией, как соотносилось до этого, во времена изгнания, и что должно измениться в отношении еврейской традиции, в нашем отношении к религиозному пониманию искусства и культуры. В прошлый раз мы обсуждали музыку, а сегодня поговорим о театре. Итак, театр, который зародился в древнегреческой культуре, вероятно, возник из потребности людей переживать другую реальность, более насыщенную и более значимую. Это переживание похоже на сознательную иллюзию. Человек, как зритель, так и актер, каждый по-своему, но и те, и другие, они желают побыть кем-то другим на какое-то время, побыть в другом месте. Вот очень интересный ответ, по-моему, Равшерке дает, да, потребность переживать другую реальность, более яркую и более значимую. Ну, тут мы на примере театра это разбираем, но по большому счету с театра все началось, да. То есть точно так же можно объяснить потребность ходить, смотреть кино, да, ходить на футбол, на концерты. Там какой-то отрыв от реальности, да, человеку какой-то всем людям так или иначе нужен. Все так или иначе, ну, не все, может быть, большинство этим занимаются. А началось все с театра, который зародился именно в то самое время, которое называется осевым временем, да, когда мы обсуждали на прошлых занятиях, божественность ушла из материальной реальности, да, и поэтому очень много все изменилось, появились религии как таковые, и в частности зародился театр, да, который стал основой, да, зрелищ вообще. Вот, и сегодня мы об этом разберемся, да, что заменяет театр евреям, да, и какие есть кардинальные различия, да, между вот этой культурой зрелищ, да, которая зародилась в Греции в VI веке, да, и потом в итоге распространилась на всю культуру, на все искусство Запада, да, в котором мы и находимся. Итак, что же заменяет театр евреям? Когда еврей хочет испытать более насыщенную и драматичную реальность, он возвращается к стоянию у горы Синай. Там у подножья горы происходило коллективное театральное представление, да, можно так это увидеть, да, с декорациями, с массовкой, только персонажи были настоящими. Не актер играл Моше Рабейну, а это был сам Моше. В то время как в греческом театре актеры играли роли других людей. Представление должно было привести как актеров, так и зрителей к откровению, да, такое понятие катарсис, которое все знают, это, собственно, оно оттуда и идет, да, то есть человек переживает какую-то другую реальность, включается, да, в какой-то мир, и, подключившись к этому, он получает какое-то переживание, благодаря которому он смотрит как-то по-новому на свою жизнь, раскрывает более глубокий пласт о своей жизни, да. А еврей, получается, он возвращается вот к горе Синай, да, и отсюда можно понять, почему еврейская культура, основанная на особом опыте, на опыте переживания пророчества, да, и эта культура не видела необходимости ставить спектакли. В то же время, в какой-то момент у евреев появился театр, да, какое-то подобие театра, это то, что называется Пурим Шпиль, да, он появился в еврейской общине в эпоху изгнания, и начался с вот этих вот представлений Пурим Шпиль, и праздник Пурим, события книги Эстер, да, они связаны в еврейском сознании с таким понятием, как сокрытие лика, да, собственно, само слово Эстер, да, но его можно понять как скрытие, да, если на еврейском языке слово это персидское, да, звезда означает, вот, но если вы читаете на еврейском языке, оно означает скрытие, да, есть вот цитата из Талмуда, где в Торе упоминание об Эстер, да, я сокрываю Астер, Астир, Панай, сокрываю, сокрою свой лик, то есть вот эти события, которые отмечают в Пурим, события, описанные в книге Эстер, они знаменуют собой конец эпохи пророчества и начало, собственно, скрытия божественности, да, вот это примерно это время, да, когда и появился театр, и когда сокрыт лик Всевышнего, тогда скрывается также личность человека, да, и тогда начинается как раз вот этот театр, да, связанный с масками, то есть человек тоже начинает скрывать свое лицо, когда нет пророчества, есть маски. Итак, это первая глава на сегодня, есть какие-то комментарии или вопросы? Нет, все окей, пока что ничего не было, по-моему, такого важного. Если можно, я коротко, мне известна одна очень интересная теория возникновения театра, если кому-то интересно, могу озвучить. Так, интересно. Театр возник как продолжение вакханалий, то есть культа Диониса. Считалось, что Дионис может напускать на город умопомешательство. И вот хитрые греки, чтобы этого не допустить, решили сами себя вводить в умопомешательство, чтобы когда придет Дионис, то уже ему как бы не было работы, он пошел в другой город. И вот этого комедия и трагедия. То есть Дионис посмотрит, люди как бы все здравомыслящие сидят и почему-то плачут, или наоборот, хохочут оттуда. Решит, что они там все сумасшедшие и не будут обращать на них. Внимание. То есть вот такая вот как бы уход от злого, вариант ухода от злого урока, от злого божества. Пинхас, не слышим микрофон. Здесь это никак не связано с тем, что мы обсуждаем. Знаешь, единственный вопрос. Точно ли, что у греков театр появился во севое время? В Википедии даже есть конкретный год. 534 до новой эры. Ты понимаешь, в 534 году началось что? Первая пьеса написана или вообще театра до этого не было? Это большой вопрос. Нет, смысл похожий на универ. Мистерии постепенно перешли в театр. То есть вначале в этом участвовали все. То есть это были какие-то идолопоклоннические... И потом они это отделили. Они это поставили на сцену и стали наблюдать. И вот это произошло во севое время. То есть иными словами, то, что театр разделился на актеров и зрителей. Да, вот в этом-то и дело. Что как бы божественность ушла. И вот эти вот более яркая реальность, она стала как бы на сцене. Где-то отдаленно. И одни стали ее как бы демонстрировать. А другие, большинство, стало ее просто наблюдать со стороны. А до этого они в этом участвовали. О, вот это более четкое описание того, что началось. Но переживания Синайского откровения. Это же все участники? Да, вот именно. Здесь нет зрителей. Понимаешь? То есть, ну, Пуриншпиль это вообще, так сказать... Пуриншпиль, он копия того, что было в культуре окружающей. Поэтому это вообще не является еврейским, так сказать, исходно. Ну, взяли из окружающей культуры, есть там спектакли у нас. Поэтому, на самом деле, если мы говорим про переживания Синайского откровения, это совпадает с мистерией. Ну, об этом и вещь, да. То есть, вот этим чем-то подобным занимались все народы, да, когда была Шхена, до осевого времени, да. Окей, ну, тогда это мистерия. И просто мы пытаемся сохранить мистерию, а не заменить ее на театр. В том-то и дело, да, что, как бы, евреи продолжают участвовать в, как бы, в своих каких-то мистериях и перформансах, да, там, где нету вот именно со стороны. Поэтому им не нужен театр. Окей, хорошо. Допустим. Ладно, пошли дальше. Так, идем дальше. Итак, следующая глава называется «Свет и звук». Да, и здесь мы подробнее разберемся в различиях ключевых еврейской культуры и греческой культуры. Есть еще один момент, который отличает еврейскую культуру от греческой. Это различие между светом и звуком, между зрением и слухом, да, того и между зрелищем и слушанием. Когда еврей хочет выразить свою веру, он говорит «Шма Исраэль», «Слушай Израиль», да, это выражение, связанное со слухом. Более того, даже нужно закрывать глаза, то есть, как бы, подчеркнуть, что я именно слушаю, да, а не смотрю. Слух, в отличие от зрительного восприятия, далек от овеществления. Он оставляет место для встречи с бесконечным, да, такую интересную вещь, говорит Рафшерки. Ну, по большому счету, мы видим, то, что мы видим, это какие-то материальные вещи, да, даже с точки зрения физики, мы видим материальные вещи, состоящие из материи, либо какие-то образы материальных вещей, да, то, что называется введение, да, в каком-то состоянии, да, изменённом. А то, что мы слушаем, это, в принципе, не материя, это колебание материи, да, это волна. То есть, даже физически это другая вещь. В чём суть встречи с бесконечным, да, то есть, у нас может вместиться какое-то количество предметов, да, когда мы смотрим. Вот, а когда мы слушаем, имеется в виду, слушаем, конечно же, речь, да, речь человека, да, тогда, собственно, что представляет собой этот человек, да, что он хочет мне сказать, что он мне может дальше сказать, то есть, здесь я как раз сталкиваюсь с личностью другого, да, и поэтому слух оставляет место для встречи с бесконечным. В иудаизме существует глубокое неприятие всякого ограничения абстрактных принципов, всякого идолопоклонства, даже в форме духовного образа. Есть цитата «Голос слов вы слышали, а образа не видели, только голос». Греческая культура, напротив, требовала от человека, раньше требовала от человека созерцание природы, а на более позднем этапе интеллектуального анализа этих данных. Это когда был переход от мифологии к философии. Если театр и классическое искусство предлагают человеку зрелище, то еврей ощущает себя прежде всего слушателем. И поэтому, когда речь заходит о еврейском театре, всегда возникает вопрос, можно ли достичь, в конце концов, подлинного слушания в полном смысле этого слова, да, слушания в смысле, то есть такой же акт, как зрелище, да, для вот этой греческой культуры, да, которая все на что-то смотрит, перемещаются туда и потом испытывают какое-то то, что называется катарсисом, да, перемену, какой-то более глубокий взгляд на жизнь. Можно ли достичь такого, только не зрелищем, а слушанием, да. Это то, что было на горе Синай, да, переживания, идущие от того, что все слышали, да, в котором при этом все участвовали. Вот, и в этом вопрос, да, можно ли сделать как бы аналог только со стороны слушания. Мы знаем, что некоторые еврейские мудрецы, да, в основном в Средневековье писали пьесы. Кто-то их ставил, кто-то нет, да. Вот Рамхаль писал пьесы, но никогда их не ставил на сцене, да. Почему он их не ставил? Возможно, он опасался перехода в визуальную сферу и предпочитал, чтобы его пьесы именно читали. Или, может быть, он надеялся, что в будущем будет найдено какое-то решение, и поэтому писал пьесы, а не рассказы. Можно пойти еще глубже и сказать, что согласно еврейскому мировоззрению, видимое – это следствие слышимого, поскольку вся реальность основана на речи. Словом Господа созданы небеса. И тогда видимое становится легитимным, когда понятен его смысл, настоящий за видимым. Само понятие смысл, ну, есть разные слова. Здесь в Рафшерке используют слово «машмаут». «Машмаут» – то, что означает смысл. Оно от слова, собственно, «слышать». То, что я слышу, мне говорят какой-то смысл, или я читаю какой-то смысл. И дальше я уже через этот смысл, то есть через слышимое или прочитанное, что суть – та же самая речь. А через это я начинаю воспринимать видимое. Так в еврейской культуре. В еврейской культуре видимое вторично, потому что вся реальность создана речью, то есть слышимым. В греческом мировоззрении, наоборот, видимое – это объективное свидетельство реальности. Видимое – это то пространство, в котором происходит встреча человека с окружающим миром. «Реальность начинается с видимого, а всё, что слышится, находится в рамках видимого». Так в греческой культуре. В начале своей книги «Метафизика» Аристотель пишет, что доказательством того, что человек создан для познания, является удовольствие, которое мы получаем от зрительных образов. Для греков мудрость – это лишь одна из форм зрения. Это духовное отображение всего, что происходит под солнцем. Отсюда и понятие мировоззрения. Что такое мировоззрение? Это когда мир отображается в моих мыслях, как какая-то карта, карта местности, только устройство мира, материального или духовного. Но всё это как какое-то изображение, какой-то образ реальности в мыслях человека. Этим, собственно, и занималась философия греческая. Это понималось под мудростью. То, что можно увидеть глазами ума, может быть. И такое же различие мы находим, если сравниваем с восточной мистикой. Только не в области интеллекта, а в области переживания. В буддизме, схожих с ним духовных практиках, люди ищут просветление. Просветление, оно опять же связано со зрением, со светом, с тем, что мы видим. Пророки Израиля, наоборот, стремятся услышать Слово Бога, божественную речь, обращённую к человеку. А просветление не подразумевает встречу с другой личностью. Человек остаётся один перед лишённым слов и мыслей просветлением. Просветление – это какое-то состояние, которое находит на человека, и в этом ему не с кем поговорить. Пророчество, в отличие от мистического опыта, приглашает человека к диалогу. К диалогу лицом к лицу с Богом. Человек стоит перед божественным другим, и нет конца блаженству, которое приносит встреча воле творения с волей Творца. Это история любви, в которой любящие не растворяются друг в друге, а становятся соучастниками вечной встречи. То есть, вот этот диалог именно двух личностей, у которых есть желание. То есть, получается, если в греческой философии желание – это признак какой-то ограниченности, то у нас, если задуматься, то желание – это самый высокий уровень. Есть такой принцип, а желание не задаёт вопросов. Если я хочу, я не знаю, почему я хочу. Мы не знаем, откуда приходят желания. И поэтому, когда человек, у которого есть желание, встречается личность, скажем, у которой есть желание, ведёт диалог с другой личностью, у которой есть желание, то это как бы бесконечная встреча. Потому что я не знаю, личность, с которой я общаюсь, всегда мне раскрывается какой-то частью своей. То есть, я не знаю, что стоит за этим человеком, я общаюсь с образом его, который складывается из вот этого диалога, из того, что я знаю. Но при этом, как бы, другая личность представляет собой бесконечность. И я никогда не знаю, как будет дальше разворачиваться этот диалог. То есть, вот это именно даёт пророчество, диалог двух личностей. Христианство также боялось силы пророческого слушания и предпочло превратить слово в плоть. Слово стало плотью. У них такой есть принцип. Чтобы больше не слышать об лечении пророков. Потому что пророк, опять же, который приходит от Бога, и он может сказать, вот это так, это не так. Если мы слово делаем плотью и помещаем его в какую-то, опять же, рамке, как в пространстве, так и во времени, да, то уже всё. Как бы диалог с бесконечностью закончен. Да, уже больше никто не придёт и не скажет, да, что ты неправильно действуешь. И точно так же ислам, да. С другой стороны, несмотря на то, что он отрицает идолов, отрицает изображения, но своего основателя он объявил последним пророком, после которого больше нет никакой надежды услышать слово Господа. И так мы видим, что во всех культурах, да, так или иначе, есть, может быть, какой-то страх вот этой встречи с другим, да, который происходит через диалог, да, через речь, через говорение и слушание, да. Именно вот такой диалог представляет бесконечность, да, встречу с бесконечностью, вот. И мы видим, что это есть только в еврейской культуре, да, остальные религии, они так или иначе, как бы от этого отказываются, да. Либо отказываются, если они вышли из иудаизма, да, либо у них такого, может быть, просто не было, да, как в дальневосточных религиях. Вот. Это конец второй части. Есть какие-то вопросы? Мне здесь очень странно многое. Ну, христианство, слово стало плотью, чтобы не слышать обличений пророков, я как-то сильно сомневаюсь. Слово стало плотью для них совсем по другой причине. А не слышать обличений пророков, ну, и в Израиле тоже сегодня нет пророков. Христианство не говорит, что не будет пророков. Это, в общем, очень пункт, мне кажется, сомнительный. Про ислам. Конец пророчества, но они же тоже под пророчеством понимают не это. Они понимают под пророчеством давание нового закона, новых принципов, а не то, что Бог не посылает. То есть, они по-другому понимают слово пророчество. Поэтому и про христианство, и про ислам здесь мне, я сомневаюсь, что это правильно. Нет, ну, по-моему, как раз имеется в виду, да, что Бог дал какие-то законы, да, и в принципе он может сказать что-то новое, да, и вот этого нет ни в христианстве, ни в исламе, да. То есть, диалог закончился. Я не уверен. Нет, 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 нет. Это не так. У нас тоже, понимаешь, пророчество кончилось, и можно прийти цитату из иудаизма, что пророчество кончилось, и точно так же иудаизм, как бы, в эту, в эту бункт повестить. Поэтому то, что у христианства нет пророчества сейчас, и у нас нет пророчества сейчас, и у ислама нет сейчас. То есть, конец пророчества там в другом смысле все-таки в исламе. Именно как дарование нового закона, который нельзя Коран отменить и дарвинить новым законом. Но это ничего особенного такого. Это не прерывание диалога Бога с человеком. Они это просто не так понимают. И в христианстве тоже нет прорывания диалога Бога с человеком. То есть, в общем, я не говорю, что цитаты неправильные. Я говорю, что выводы кажутся мне недостаточно обоснованными. По иудаизму можно таких же цитат набрать. Можно еще комментарий по поводу... Вот я заметил, постоянно эту линию он продавливает, что в иудаизме, дескать, упор на то, что слышишь, а в других культурах на то, что видишь. Сейчас все для них греков. Мне кажется, это действительно как-то коррелирует с тем, что мы видим вокруг. Ну, например, посмотрите на нашу архитектуру в Израиле. Все же очень грустное, печальное, вообще изобразительное искусство. И в то же время, сколько прекрасной музыки есть, в том числе на иврите, в том числе люди, которые мировое признание получили, которые из Израиля вышли из еврейской культуры. Мне хотелось бы как-то вот это, чтобы вы прокомментировали. Почему Равшерки именно такой упор делает на это? И правильно ли это так, что он принципиально так это все вычленяет? Ну, я скажу. Насколько я знаю, что я в Израиле не сам делаю упор на этом. Это позиция Рава Назира, Давида Коэна, ученика Рава Кука. У Рава Кука было два основных ученика. Рав Цвиуда, в смысле сын, и Рав Давида Коэн, по пользу Назир. И у него есть такая специальная работа по отчеству, что мы слышим, слушаем, а не смотрят. То есть, это не Равшерки идея. И поэтому и там, как раз у меня нет таких замечаний, не было, просмотрения и слушания. А вот здесь вот, что мы продолжаем, типа, пророчество, а вот христиане и мусульмане нет, мне кажется, это необоснованным. Еще раз, потому что такую же цитату можно найти в иудаизме. Если мы говорим, нет, в иудаизме когда-нибудь вернется пророчество, ну, так и не факт, что христиане не считают, что вернется, или там второе происшествие, вот и, пожалуйста, вам пророк. Ну, он еще и там Бог, конечно, в христианстве, но тем не менее. Пророк, пожалуйста, или ислам. Конец пророчества, в смысле, что книгу нельзя заменять, а люди продолжают как бы говорить в диалоге с Богом и передавать. То есть, никакое пророчество в смысле закона или книги, а просто как бы направляет Бог людей, чтобы они чего-то там другим сказали. В общем, это очень сложный вопрос. Очень. Я бы не стал, честно говоря, на это опиаться. А не нужно ли, на ваш взгляд, вообще, в принципе, пересмотреть этот нарратив, что мы слушаем, а не смотрят? Вы же сами говорили, что иудаизму есть чему поучиться у западных культур, например, той же эстетики. Ведь у нас же правда питательная. Это совсем другая вещь. То, что эстетика важна, с этим метрами, я это наоборот подчеркиваю. И когда там говорилось, если, Андрей, если можно, два слайда назад. Андрей? Да, да, да. Нет, извини. Еще один. Да, да, да. Да. Здесь нет того, что у евреев только слышание, а в греческом только видение. Просто еврейская культура слышание – это главное, а видение ему подчинено. И вот мы видим в конце. Видимое легитимно, когда понять его смысл. Это, я не знаю, правильная формировка, но, в принципе, видимое, оно находится под контролем слышимого. А в греческой культуре, наоборот, видеть центрально, а слышать дополнительно. В этом разница, безусловно, есть. Вот это, безусловно, важнейшая разница между еврейской и греческой культурой. Да, это затрудняет нам эстетику. Окей, придется предпринять особые усилия для эстетики. Но это отменить нельзя. Это, как бы, факт культурной всей, развития всей культуры. Это не то, что можно там, я возьму и пересмотрю. Петя? Да. По поводу, значит, звука и света, лет 40 назад я читал потрясающую книгу Лосева, где он очень-очень хорошо это обосновывает. То есть, это, я не знаю, это не только раввинский подход, это как бы и людей, которые изучают философию и религию тоже. Понятно, что Лосев не Рах. Но он написал замечательную книгу об этом. Именно про слушание и видение, да? Да, да, о том, что еврейская культура построена на звуке, на слове, да, а греческая на языке. Окей, да, 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 поэтому я говорю, я здесь не спорил, я спорил со следующим, с вопросом крики о себе пророчества. об источниках, кто это говорит. Окей, да, это важно, да, спасибо. Андрей, можно там записать? Скажи мне, что можешь прислать книгу? 40 лет назад я ее читал. Нет, ты же легко найдешь в интернете. Хорошо, я поищу. Я же не те, не в уважную прошу, а линк на нее. Хорошо, я поищу. Это Афина и Иерусалим может быть известна его вещь? Какая? Афина и Иерусалим. Я не помню, это 40 лет назад. Ну, может быть. Окей, хорошо. Окей, надо запишем ее в список литературы. Хорошо. Хорошо. Да. Юра, был вопрос? Вопрос, скорее, комментарий по поводу вот этого цитата из Евангелия. Слово стало плотью. Это из Иоанна. Из последнего Евангелия и слово тут по-гречески логос. Это все скорее относится к стаицизму, как мне, представляется, чем к старозаветным пророкам. У синоптиков, то есть более еврейских, евангелистов такого нет, что слово куда-то девалось. Мне кажется, такая идея не прослеживается. Поэтому Пилка скорее прав. Только одна четвертая Евангелия оперирует этим понятием логос. Остальные вроде как не отказывались от слова. Они просто на этом уровне не говорили, как Иоанн. Нет, нет, это очень очень сама фраза слова стало плотью не означает отказ от слова. Понимаешь, вот что хотел сказать. Правильно, Юра? То есть это слово это логос. Это слово пророков. Ну вот, вот, это я имел ввиду сказать, да, 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 что это другое понятие. Вообще про пророков. Как мне представлять. Да, то есть это очень проблематично. Окей. Хорошо, пошли дальше. Там именно что, слово, которое стало плотью, оно было у Бога, да, и потом оно стало плотью. Ну, это же логос, это в другом смысле было у Бога. Было у Бога, это не сказано через пророков. То есть логос, это не пророческое слово, я просто не Ну, конечно, нет, нет, нет. Нет. Ну, тогда идем, тогда идем дальше. Кто-то и что-то. Теперь углубимся в тему, что же такое откровение слушания, да, которое является основой еврейской традиции. Откровение слушания, это непосредственная встреча с Богом. И в этом есть еще одно огромное различие между еврейской культурой и культурой греческой. Если евреи воспринимают Бога, а также человека, как кого-то, то есть как имеющего бесконечный аспект, то греки в античные времена воспринимали Бога и человека, как что-то. Греки были склонны к функциональному определению. Человек это живое существо, ходит на двух ногах, думает и так далее. Человек, как и любой другой предмет в мире видимого, был для них объектом, то есть чем-то. Греческая философия воспринимает всю реальность как что, тогда как еврейское пророчество раскрывает источник реальности как кто. Когда Бог открывается человеку, он использует слово, которое Бог философов никогда не сможет произнести «я». Вот это откровение слушания, о котором мы говорим, Синайское откровение, оно начинается со слова «я». Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя только в встречу с Божественным, как с личностью, то есть Бог представляется как личность в этом самом основополагающем откровении, лежащем в основе еврейства. Поэтому он говорит «я». Только встреча с Божественным, как с личностью, обладающей желанием, потому что заповеди это же все желание, так делай, так не делай. Бог говорит как он хочет, он выражает свое желание, и вся тора это желание Бога. И то есть встреча с Божественным это встреча с личностью, обладающим желанием. И это является встречей с Бесконечным. И любое другое определение бесконечности остается в рамках отвлеченных понятий. Мы можем определять бесконечность как какое-то определение и давать словами, или математическое определение, но все это остается абстрактными понятиями. В отличие от встречи с другим, который может сказать «я», у которого есть желание, и он выражает свое желание. Точно так же в светской среде распространено определение Бога как высшие силы. Высшие силы это опять же что-то абстрактное, и это опять же никто, это что. В еврейской же мысли Бог не только является личностью, которая говорит о себе «я», но он и дает человеку способность говорить о себе «я», то есть вот это наше «я», это частичка божественного «я», или не частичка, а проявления. Философия Аристотеля же считает, что Бог, обладающий желанием, ограничен, а согласно еврейской мысли, именно встреча с обладателем желания, это встреча, которая не имеет границ. И чтобы выяснить смысл этих двух подходов, подхода что-то или подхода кто-то, мы должны спросить, в каком мире живет человек. Или человек живет в безличном мире, в мире объектов, в мире что-то, или в моральном мире, в мире кто-то. То есть греческий философ он смотрит, он старается как бы отвлеченно смотреть на мир, в том числе и на себя, как на личность, как на человека, и это для него что-то. И другое совсем мировоззрение, которое начинается с диалога. Это мир кто-то, это моральный мир, говорит Рава Шеркин. Когда голос становится основанием смысла, человек начинает искать внутри реальности других субъектов. Реальность для него превращается в различные проявления я. Театр, в котором актер играет не историю другого человека, а свою собственную историю, может стать своего рода откровением. Сцена превратится в место, где раскрывается я, как божественное откровение. Здесь, как я понимаю, Рав Шерки выдвигает гипотезу, каким может быть еврейский театр. Не просто копия с театров народов мира, какие они есть, а именно создать какую-то аналогию какого-то незрелища, ослушания, там, где мы можем получать какую-то трансформацию личности, такой же, как получали греки, получают народы мира, когда ходят в театр, в кино. Как можно это сделать только через слушание? И в этом смысле в иудаизме есть еще один театр, хотя он и не называется так. Это театр памяти. Его задача вернуть человека к формирующим переживаниям, к сотворению мира, к исходу из Египта, к тому же дарованию Тора и так далее. Есть яркий пример, это Седр Песох. В ночь Песоха каждый старается оживить события исхода и почувствовать себя вышедшим из Египта. И там специально так сказано в Седре, что каждый должен понимать, думать, что это я выхожу в эту ночь из Египта. То есть Седр Песох это театральное действие, потому что человек, который осуществляет пасхальный Седр, он не был ни в Египте, не был ни у горы Синай, но он должен ощутить, что он находится там. И проходя через вот этот Седр, очень сложный ритуал, человек в какой-то мере приобщается к этому формирующему событию прошлого. И через это воспоминание человек, воспоминание себя в этом событии, через это он формирует свое еврейское «я» и наделяет его своим уникальным голосом. Термин эстетика имеет греческое происхождение и отличается от еврейского термина «йофи» «красота». Эстетика это скорее наука о красоте, чем сама красота, поскольку она пытается отделить красоту от жизни и превратить ее в теорию. В конце концов, то, что по-настоящему живо всегда красиво, когда мы начинаем формулировать абстрактные понятия и давать определение пропорциям, то постепенно теряем связь с повседневным непосредственным и тонким переживанием красоты. Если есть жизнь, то в конечном итоге есть и красота. Здесь такой же принцип, что греки Яфет считается, что греки произошли от Яфета, а слово Яфет имя сына Ноха одного из трех, оно от слова красота, похоже на красота Яфет. И греки считаются мастерами, они в этом смысле задали нам принципы красоты, начало, пропорции, наука, эстетика. По большому счету, это похожее явление на театр. Тогда что-то мы отделились от этого и стали формулировать, измерять и так далее. Вот, это конец третьей из четырех частей на сегодня. Есть какие-то вопросы, комментарии, предложения, как пережить формирующее переживание? Да, Юра, слушаем. Опять я. Мы говорили об эстетике искусства и эстетике живого, красота живого сделанного. Но еще есть красота закона. Я не могу не поделиться, когда я читал первый раз Тору, у меня уже было юридическое образование. Я еще не был, далек еще было от того, чтобы прийти к Торе как смысл жизни. Но я поражался красоте Галахи, красоте этих законов. В этом смысле Тора, конечно, превышает любые законы мне известные. В том числе довольно неплохо разработанное римское право. То есть это красота, но не изобразительная красота. Тоже гармония, красота. Вот интересно, почему так подробно расписан в еврейской культуре Седр, что действительно в какой-то мере человек получает возможность приобщиться и прочувствовать, что он выходит из Египта. Почему нет других? Вот, например, там будет завтра шивот, праздник. То есть, по большому счету, человек опять же должен вернуться туда, к горе Синай. И праздник это собой знаменует. Но нет каких-то специальных ритуалов. Мы идем в синагогу, слушаем 10 заповедей. Да, это интересно. Почему нет Седр и Шивот и нет Седр и Шиша? оно на самом деле могло бы быть. Есть Тикун Шивот. Да, Тикун Шивот, но это является для некоторых отдельных, это не является такой обязанностью, как Седр. Это не Месла. Это смотря где, например, то общение, в которое я, это был самый главный день, скажем так. Ну, но это тем не менее обычай. Который я был, к сожалению, я сейчас не там, но... Но это все равно обычай, это все-таки не закон. Это не закон, да. Да. Ну, и это просто чтение текста, да, там нет такого сложного ритуала, как на Песах. Да. Окей, неизвестно. Это именно как перформансы, да, как театрального представления. Да. Но это тоже не образцовое. Сейчас есть же, делают на Туби Шват, и в школах есть всякие Седр. Да. Ну, это... Это как бы что-то укоренилось, что-то нет. Это вполне возможно, что... Что такое 2000 лет, да, за 50 лет сейчас так как началось в Амблактидати, это может стать традицией, и появится у нас тоже Седр. Да. Или Туби Шват. Я знаю человека, который говорит, сказал, почему есть Магилат Эстер, а нет Магилат Ханук и на все прочее. И стал писать Магилот. То есть, взял книгу космоней, из нее построил Магилу. Ну, теоретически можно. Магилат Ханук, кстати, говорил Туби Шват, вот сажание деревьев, это как раз и из этой серии, да, что вот это вот конкретно перформанс, да, мы что-то такое делаем. Ну, если кто сажает деревья, когда-то было. Да. Хорошо, так что, вот дошли до конца. А Порим, Порим еще более является театральным и действенным. Да. Что, ну, что-то занимает действительно, как я сказал, что есть более важное, мы каждый, каждый день желательно, да, читаем красоту, понимаем красоту звука и мысли, а несколько раз в году мы, так сказать, уделяем и другому свету и театральному действию и чему. Просто это, разное соотношение. Ладно. А где, мы что, дошли до конца? Нет, у нас еще последняя, четвертая часть. Давайте, давай вперед. Итак, устранение преград, да, и теперь мы поговорим все-таки о возвращении к видению, да, то, чего не было, не было во время изгнания, да, и как все-таки это возвращение происходит еврейской традиции. Итак, культура слушания тоже не лишена недостатков. И в конечном счете главная болезнь изгнания это абсолютное предпочтение слышимого над видимым, то есть поиска внутреннего смысла, да, то есть все видимое я воспринимаю как потенциальный соблазн или как какую-то иллюзию, да, и я должен услышать или прочитать, как к этому относиться, да, и тогда я как бы могу в какой-то мере принимать или отвергать видимое, да, через слышимое я к этому отношусь. Но так как бы не всегда будет, да, потому что возвращение в Сион описывается в Танахе как возвращение к зрению, да, своими глазами увидят они возвращение Господа в Сион, да, и также мы говорим о Вамиде, да, что увидим возвращение в Сион. Важно избежать ловушки понятий видимое и слышимое и устранить твердую преграду между светом и звуком. Но первая ступень на пути к видению, на пути соединению, да, на пути слома этой преграды, это как раз недоверие к видимому, да, то, что было во время изгнания. Когда человек знает, что следует остерегаться явного и искать смысл этого явного, только тогда человек может продвигаться к видимому и выражать через видимое свой внутренний голос. Рассказывают о рабе Леви Ицхаке из Бердичева, что накануне Йом-Кипура к нему обратился один еврей с трудной проблемой. Меня выбрали кантером на Йом-Кипур, сказал он, но когда я начинаю молиться, то вспоминаю, что стою перед великим и грозным царем и меня охватывает сильный ужас. Что в этом такого ответил ему рабе Леви Ицхак? Бойся и молись. То есть это не проблема, то, что трепет, а наоборот необходимые условия. И аналогичные требования иудаизм выдвигают к искусству. Бойся и твари. Имеется в виду непарализующий страх, унижающий человека, а страх выражающий глубокий трепет перед потерей глубины, утратой слова Божьего. Здесь, насколько я понимаю, Раф Шерке закладывает какие-то принципы кошерного искусства, что по большому счету проблема творить нет, в плане рисовать, музицировать, петь, снимать кино, играть в театре, но при этом бойся и твори, что нужно не терять вот этот трепет перед небесами. Можно обсуждать, насколько это возможно, где это проявляется, где нет, но, мне кажется, очень сложный вопрос. Следующая тема. В основе речи лежит некоторый парадокс. Иногда именно невозможность говорить создает инструменты для речи. Когда мы отказываемся от попыток дать определение вещам, определения начинают наполняться жизнью. Также и в художественном творчестве, особенно в живописи. Более серьезное искусство, оно стремится к разрушению формы, пытается изобразить то, что изобразить невозможно. Такое искусство уходит от зацикленности на визуальном и приближается к тому, чтобы стать живой речью. Еще один интересный момент. Традиционное искусство классическое, оно просто копирует природу. То, что мы видим вокруг себя, оно изображает. Потом появляется у нас более современное искусство, которое начинает разрушать. И таким образом, возможно, оно приближается к речи. Потому что речь, она же не копирует видимое. Когда люди решили давать имена, это гора, это река, это солнце, они же просто договорились, что вот это так будет называться. Более того, потом они научились это писать, изобрели буквы, которые являются абстрактными символами. То есть, речь построена по-другому совершенно принципу, нежели просто изображение картинок. И тем не менее, речь тоже передает какие-то вибрации, передает какие-то ощущения. Точно так же и искусство разрушающей формы, оно тоже создает впечатление, передает какие-то эмоции, вызывает этого человека. И таким образом можно сказать, что это как раз разрушение границы между видимым и слышимым. Вот это современное абстрактное искусство. И дальше следующая тема по поводу разрушения преград. В книге Датвунот Рамхаль объясняет, что существует промежуточная ступень между духом и материей. Граница, где встречаются два мира. И эта грань отражена в лице человека. С одной стороны можно точно изобразить контуры лица на рисунке, с другой стороны в лице есть что-то нематериальное, что свидетельствует о присутствии души. Дальше цитата из Рамхаля. Если ты глубоко исследуешь строение человека, то увидишь, что кроме облика тела в его структуре и помимо души, имеющей свою форму, имеется нечто возникшее из синтеза того и другого, то есть синтеза тела и души. И это сияние лица. И ты увидишь, что это то, что отличает живого от мёртвого. И не только это. Изменение состояния души в теле также проявляется на лице. Разве ты не видишь, что лицо бойного выглядит плохо? Более того, также мысли сердца видны на лице. Разве не видишь, лицо играет, лицо гневается, лицо объясняет, всё это выражает скрытые мысли в глубине сердца. И это сияние, то есть сияние лица, то что называется, находится не в самой душе, ибо это сияние тела, но не самого тела, ибо в теле этого сияния нет без души. Но это то, что рождается из соединения души и тела вместе. Вот это понятие свет лица, сияние лица, это как раз граница между материальным и духовным, между телом и душой. И этот особый между живым человеком и мертвым. И этот свет символизирует разрушение рамок и языка материи, и открытие области соприкосновения тела и души. Вот, на этом все. Я, честно говоря, не понял, да, мы говорили о разрушении границ между светом и звуком, и в итоге Раф Шерки пришел к области соединения тела и души. Какая в этом связь, может быть, кто-то догадался, если можно, предыдущий одиннадцатый слайд. Это действительно мне непонятно, а вот по поводу одиннадцатого слайда, если можно, два слова. Это очень хорошо все совпадает с современными опять же воззрениями, с теорией Маршала Маклюэна, своими глазами увидит возвращение Господу всем, что средства информации есть уже информация, что сейчас более, если раньше была эпоха Гутенберга, скажем, и действительно речь это более логическое мышление, то сейчас все больше приобретает вес мифологическое мышление. и это действительно связано с видением, то есть это как-то действительно очень хорошо совпадает с современными теориями. Второе, что я хотел сказать, вполне возможно все вот эти отсутствие красоты и формы после возвращения по поездке по синагогам, разрушенным в основном в Испании ты начинаешь понимать, что молиться в каком-то подвале то о какой красоте и искусстве можно говорить, где окно было нарисовано, единственное произведение искусства нарисованное окно в подвале. Это два замечания, которые Христов наверно в вопрос о храме Моше, о храме Аарона, что возвращение вот к этой эстетике красоте. Ты знаешь, я бы сказал, что ведь общий еврейский подход, что зрение не отрицается, но оно должно быть подчинено смыслу, а смысл дается словарь, то есть слушание дает ту рамку, которую мы видим, в рамках, которую мы видим. Понимаешь, то есть от того, что ты видишь, ты не факт, что это воспринимаешь. То есть возвращение в Сион. Ты видишь, люди идут, например. Почему ты видишь это возвращение в Сион? Только если понятие возвращения в Сион есть в твоей голове. Может быть, я просто это увидел как бы иначе, что изменяется, если раньше было более логическое мышление, имело большую виду, то сейчас и по Маршаллу и Клюену, и часто по нашим ощущениям, мы понимаем, насколько более общее восприятие картины и мир стал гораздо более сложным и более понятным. Имеет значение. Но это может быть не совсем правильное мифологическое. Нет, я с тобой согласен. Картинное восприятие мира, а не только логическое. Но это же понятно. Ты не только воспринимаешь, ты воспринимаешь уже и образами. То есть мифологически в том смысле, что это образы. Нет, я совершенно согласен. Просто когда сделали печатный станок, то стали тексты распространяться, а когда изобрели видеосъемку, то стали образы распространяться. Или сначала просто фотографию. Просто не было средств для широкого распространения образов. А эти средства появились. Вот и все. Раньше книга была текстом, а теперь книга может соединять и текст, и видео, и все, что хочешь. В этом смысле разница. Это просто техническая... Пророчество повышает как бы, как я это имел в виду, что неожиданно пророчество действительно смотрится иначе, когда ты понимаешь, что значение этого... Окей, я согласен, да, что картинка и текст друг друга очень хорошо дополняют. Это мы все согласны. Но мне кажется, есть главное, что смысл определяется слушанием, а зрение наполняет этот смысл силой образа, живым, так сказать, ощущением. То есть рамки, которые задаются, они задаются слушанием. Ну, а эти рамки без наполнения живого будут слишком чахлыми, а вот наполнение делает их сильными. Но, с другой стороны, без этих рамок само наполнение смысла не создастся. То есть тут можно вспомнить Адама, да, который первым, чем он занимался, давал имена. Да, это также мы как бы даем имена и принимаем. Я не знаю, я бы не стал так прям сильно, потому что там имена, это все-таки совсем не то же самое, что он видел или слышал. Ну, как, возвращение Сион, да, если у нас нет имени возвращение Сион, то мы не знаем, что будет. А, окей, но это все-таки не Адам давал имена, он давал имена все-таки тем, с кем он общался, животным. Вот он общается с ними, ты даешь имя тому, кто у тебя другой. Это слишком далеко, это очень важно концепцию другого, давание имен, но все-таки в видении и слышании я бы ее не стал испоставить. А вот идея, что слышание создает ту рамку, которая определяет смысл, а видение наполняет ее силой и энергией, вот это, мне кажется, очень важно. И поэтому, если видение подчинено слушанию, то есть, есть рамки, а когда оно их наполняет, то все идет хорошо. А если мы убираем рамки и разрешаем смыслы, то тогда видение этих смыслов не создаст. Я с тобой полностью согласен, но, возможно, это какой-то промежуточный промежуточный этап, потому что тебе не кажется, что существуют какие-то визуальные образы, которые человек не может абсолютно четко расписать на слова. Что существование некого образа помогает тебе и даете более полную картину, чем последовательная попытка описания. Это все согласны, это разумеется. Так, Андрей, если можно последний слайд передвинуть. Я думаю, что если имеется в виду вот что, что тело – это видение, а душа – это слышание. Понимаешь, ты видишь тело, видишь лицо, и на лице ты видишь появление души, но слышание душа напрямую воспринимает, без того, чтобы было тело. Вот оно так. Я, по крайней мере, так воспринял этот отрывок в связи с предыдущим. После того, как ты объяснил, мы тоже так воспринимаем. Но понятие, что с самого начала было. Ну да, потому что мы услышали и теперь мы так воспринимаем. Окей, хорошо. По поводу мифологического сознания еще хотел Михаилу ответить. Это у нас на одном из прошлых уроков была идея Рава Кука, то, что власть воображения, которая сейчас последние сто лет тотально в культуре усиливается, это как раз Рав Кук говорит основание для возвращения пророчества. То, что было изгнано, когда изгнали это идолопоклонство, вместе с этим ушла шхина и все переключилось на логику как раз и сейчас в последнее время возвращается воображение мифологическое сознание и Рав Кук считает, что это основа пока что искаженная, но основа для возвращения пророчества. А какой это урок я бы сделал? Я найду и пришлю только куда? Окей, да, ну мейл я дам Мишину если нужно. Спасибо. Хорошо, хорошо. Мне кажется, надо сейчас на этом закончить. Давайте это закончим. Хаксамэх. Ладно, давайте, спасибо большое, Хаксамэх. Спасибо, с наступающим. Хаксамэх. Хаксамэх. Спасибо.